Вечерний заезд с Игорем Сириным и Дмитрием Малыгиным Желаем ему здоровья А так все почти по-старому Я Дмитрий Малыгин, друзья В зеленом с рыжей бородой В зеленом объясню сейчас, почему в зеленом Игорь Сирин в сером А самое главное Подожди, я объясню, почему в зеленом Почему ты в зеленом Ты не интересуешься спортом, чувак Поэтому ты не знаешь, почему я в зеленом Что, Льюис Хэмилтсон, он в черном Вообще плевать на Льюиса Хэмилтона А, и Мила в зеленом А почему по твоей версии в зеленом Я не знаю Так, я сегодня, друзья, в зеленом, потому что у нас в гостях Не, не, подожди, подожди, подожди У меня была другая подводка У меня была другая подводка Помните, пару недель назад у нас в гостях был Александр Волков Это такой парень ростом больше двух метров Боец UFC Да, сегодня у нас тоже Александр Он чуть меньше ростом, но вот этот недостаток роста Он компенсирует, когда встает на коньки Скоростью, а в зеленом я Потому что в гостях у нас Саша Радулов И Саша Радулов играет за команду NHL Dallas Stars У которой домашняя форма зеленая Да, абсолютно Да, Сань, привет Всем привет, спасибо Да, сегодня, друзья, будет много, много, наверное, про хоккей Про машины Потому что Сань, ты увлеченный автомобилист Мы это знаем Если у вас есть какие-то вопросы про хоккей, про тачки Смело задавайте их Ватсап, Вайбер, по номер 8-909-955-103-0 Или же Звоните в прямой эфир 8-4-9-5 Это код Москвы 2-2-3-55-50 2-2-3-55-50 Вы сможете сначала пообщаться с Милой Милой, которая в зеленом Потом с Митей, которая в зеленом Потом, да, Саша, он не в зеленом, но глобально он тоже в зеленом А я чувствую себя сегодня рыжим Потому что не в зеленом Ладно, друзья, давайте быстрый первый вопрос Каратенечко все-таки про хоккей Сань, у тебя изменилось вообще за все это время отношение к хоккею? То есть когда-то ты был подающим надеждой Теперь ты супертоп Вообще топ-перетоп Сейчас ты, когда выходишь на площадку У тебя по-прежнему горит и бомбит Или все-таки это типа работа, на которую надо ходить каждый день? Слушай, ну, я думаю, отвечу так, знаешь Бомбить до сих пор Потому что если бы не было этого желания И не хотелось бы, я думаю, я бы уже не играл Но до сих пор мне интересно приходить, тренироваться Есть куча людей, сань, за ним перебью, которые не хотят ходить на работу, но ходят Потому что надо ходить на работу Нет, ну это не про меня Может, если бы была другая работа, я, может, был бы в их числе Но это не про меня и не про хоккей Крутой вопрос Что бы ты делал, если бы не играл в хоккей? Вообще без вариантов Ну как? Не, футбол не подходит Я знаю, что ты бы... Ну да, футбол, да Не, а если не хоккей, не футбол? Ты, между прочим, вообще не спорт? Ну, ну, да Да нет такого варианта Нет, ну можно было попробовать себя в каких-нибудь гонках В гонках? Ну, мне нравится ездить за рулем Мотики или тачки? Не, мотики нет Мотики, мне кажется... Да, кстати, раз заговорили про гонки Льюис Хэмилтон в эти выходные стал семикратным чемпионом мира Он сравнялся с Шумахером по количеству чемпионских титулов То есть он уже досрочно завоевал, в этом году осталось три гонки до конца Но мы исход чемпионата знаем Хэмилтон семикратный чемпион мира Он же, по-моему, еще побил, да, этот рекорд Да, по количеству побед он уже обошел в этом году Шумахера произошел и семикратный чемпион мира Слушай, а он по-прежнему заставляет всех незагорелых парней вставать на колени перед гонкой, нет? Да вроде... Я не знаю Я на начало не попадаю Была же такая тема Была, да? Но Турция, которая была сейчас, она была бомбическая Финал мне не понравился, потому что я не болею за Хэмилтона Уж простите, поклонники Но две трети гонки Хэмилтон ехал вне первой тройки Как наш Квят проехал? Никак, говоря по-русски Там 14-й, ну точно мимо десятки Но то, что Хэмилтон, он стартовал с четвертого места Откатился до восьмого Потому что вся гонка прошла под дождем В Турции лило И куча разворотов Куча каких-то заносов, вылетов, ошибок И, ну, то есть для Хэмилтона это была идеальная гонка Он действительно показал, что он чемпион То есть вот на то, что все ошибались Все вылетали как-то там долго Ехал никому неизвестный Лэн Строл Он стартовал первым Полгонки ехал первым Раз ошибся, два ошибся И в итоге скатился до восьмого места Хэмилтон красавчик, хотя я за него не болею Но он выиграл в итоге эту гонку Выиграл эту гонку И стал еще семи красных Но он мог бы приехать седьмым И все равно бы стал чемпионом Слушайте, парни, я вообще все понимаю Давайте после эфира вы останетесь и про Формулу-1 поболтаете Слушай, Саня, вы в этом году с Далласом Если вдруг кто-то в танке не в курсе Дошли, в общем-то, до финала Ты можешь смотреть на меня, мне расскажут Это больная тема, но ничего Я хочу больную тема, чтобы побольнее сделать А вы вышли в финал Круто выехали И в итоге в финале пошло что-то не так Ты вообще депрессуешь по этому поводу? То есть как проходит твоя реабилитация после поражения? Конечно, неприятно проигрывать Когда ты так близко оказался вроде к своей мечте, цели Не знаю И так все это проиграть Но как бы Я думаю, мы все отдали все свои силы Пытались Где-то что-то не получилось Кто-то должен был проиграть Ну кто-то, но не вы Подожди, ну смотри Блин, ну так случилось Что я могу сказать В автоспорте я Сильнее они оказались в тот момент Вот мы разговаривали с Сашей Волковым Бойцом UFC Он говорит, что ну как Вот есть ты, есть соперник Да, если ты проиграл То либо ты проиграл Либо соперник сильнее В гонке Либо ты проиграл Либо машина воткнула Вас пять человек Ну то есть вас команда больше Да, но все знают, что на площадке Вас пятеро плюс вратарьи и так далее Вот в этом проигрыше Ты обвиняешь там Ну то есть какая-то Должно быть самокопание Нет, ну только Только Или они красавцы Они красавцы, безусловно Никто, ну как бы Они выиграли, молодцы Всех их поздравляем Но у нас тоже хорошая команда И нам не хватило совсем чуть-чуть Да, там можно на что-то говорить Какие-то травмы пошли Или что-то такое Ну, как правило Я не люблю оправдываться Мы были чуть-чуть, чуточку слабее Но, тем не менее Лично для меня это Ну и для нашей команды Спустя то, что мы Так давно не были Так далеко в плей-офф И у нас появилась возможность Команда, много молодых ребят Я думаю, это здорово То есть Только вперед На следующий сезон Слушай, ну естественно То есть ты сейчас нам не расскажешь Но на самом-то деле Наверняка же после матча Всегда какой-то разбор Там и этот не дожал Не, ну там же когда То есть когда во время плей-офф Мы проигрывали какие-то матчи Обязательно были разборы То есть постоянно там Какие-то кого-то Кого-то там Мы поняли Да, да Кальвадайк ты орал в раздевалке? Ну, на парней Не, ну все бывало То есть как бы Ну, это рабочие моменты Там Ну, и на меня орали И я орал То есть это как бы Ну, не всегда это происходит Но в каждой там В сезоне бывают моменты Когда, ну, нужно Это необходимо Я просто объясню в чем прикол Потому что, например Спортивные журналисты Коими мы не являемся Очень часто любят Перемывать вот это Кто-то там орал Кто-то повелся так Кто-то там вспылил Я просто плохо представляю Как можно не орать, да Когда у тебя полная раздевалка Здоровенных, потных мужиков И вы что-то там проигрываете Как можно зайти и сказать Уважаемые друзья Я тебе хочу сказать одно Потому что в моей хоккейной карьере Бывали и такие люди Персонажи А, серьезно? Которые могли так зайти И знаешь, иногда это как бы, ну Как-то было необычно Но народ Ну, просто поржали и выгнали Не, почему Слышал это, делал какие-то выводы Потому что бывает Все говорят тебе спокойно И в такой форме Если это действительно Ну, как бы правильно Народ понимает это Потому что все же хотят выиграть Никто не хочет проигрывать Правильно? И когда вот там есть 15 минут у тебя в перерывах И заходит там тренер Либо капитан Либо ассистент Кто-то встает И пытается что-то донести до команды Это как бы нормально Ну То есть вы слушаете разных Не только тех, кто разговаривает матом И говорит Нет, мы стараемся прислушиваться Все к друг другу То есть хорошие команды Они только так и Работают слаженно вместе Саня, у вас в этом сезоне было У вас русских было пятеро? Подожди, я Худобин, Гурьянов Все, трое у нас было Трое? У нас ждалось Окей, хорошо Там было, в Тампе было, по-моему, четверо Там тоже А, в Тампе было, да, четверо По-моему, там был Волков, Кучеров Василевский, Сергеичев Хорошо Если бы Если бы не было Если бы не было Гадя далек от хоккея Он в формуле Он в формуле Он за Хэммиттон Если бы Не, я против Я против Если бы не было русских парней Тебе было сложнее играть? Ну, то есть в этом что-то Я тебе хочу сказать Так, это Есть что-то в этом Когда есть твои соотечественники в команде Это Мне нравится Я был в командах Когда не было русских в команде Это тоже Когда ты говоришь по-английски В принципе, ничего особого нету Потому что, ну Но какая-то особая А когда есть русские, да Иногда просто хочется поговорить И пошутить можно на одной волне То есть в реалитете у нас у всех Ну, русских одинаковый Надеюсь Друзья, именно поэтому Милая Мила Сейчас вам зарядит песенку Именно на русском языке Погнали Вечерний заезд Добрый вечер Добрый вечер, дорогие друзья Вечерний заезд Мы продолжаем движение Вместе с Александром Радуловым Вы можете слушать нас в эфире А можете смотреть на нас В инстаграме Радио Шансон ФМ Там идет прямая трансляция Все вот прям вживую И даже пока идет песня У нас тоже идут разговоры Вы можете нам писать Ватсап, вайбер, смс По номеру 8 909-955-103-0 А можете позвонить в прямой эфир По номеру 223-55-50 Кот Москвы Естественно 495 Друзья, звоните Спрашивайте Сашу о чем-нибудь Тут Виталий в инстаграме Задает вопрос Это фигурист? Ну, что-то вроде, да? Фигурных ни разу не катался Серьезно? Ну, не знаю Не, не фигурист Слушай, мне кажется Это твое упущение Сейчас же модно Там все ломятся На всякие проекты Кататься на коньках Ну, это когда Лет-нет-нет Посмотрим Ладно, фиг с ним Пусть катаются на фигурных У нас Александр Радулов Хоккеист Да, да Что-то вы куда-то ушли Да, мы ушли Короче, Сань Давай про хоккей Про тачки Смотри, ты довольно долго Играл в России Да, мы с тобой познакомились В какие-то стародавние времена Когда ты еще играл в Салавате В Уфе Собственно, потом было ЦСКА Я боюсь спросить Что тебя занесло в Уфу? Меня ничего не занесло в Уфу Это просто мы познакомились То есть это были времена Времена Саниной Уфы Кстати, там было круто То есть вместе с Уфой Саня неоднократно выигрывал Один раз Чувак Я хочу Это был Нет, люди помнят Сделать ему приятно Что типа неоднократно Ладно, окей Но шпари Штирлиц Никогда не был так близко К провал Теперь у тебя Теперь у тебя длинный контракт В НХЛ С Далласом Скажи Как отличаются Автомобильные предпочтения Твоих соклубников В России и в Америке То есть какие тачки Выбирали одноклубники В России И какие тачки Выбирают в Америке Слушай, я тебе скажу так Вот в Далласе Да, у нас такой Довольно приличный гараж У ребят Хороший такой вкус Ну у нас, во-первых Знаешь, довольно много По Ну средним меркам Для вот лиги Хоккейной Да, вот Европейцев У нас очень как бы много В среднем И там и финны, и шведы То есть и чешки Крузаки есть? Крузаков нету Есть Ну секвой Ну подожди Там чуть другая Там как бы Я очень люблю Мне нравятся крузаки Вот это вот все большое Да Но там Они как-то вот Больше вот эти пикапы То есть если берут Большой джип То это какой-то Американский этот пикап То есть знаешь Вот с этим С кузовом Да, да Там какой-нибудь там Ford Да, вот это все Огромное То есть Но в то же время Вот пацаны там У нас и Панамеру Там У Чеха То есть и Ну хорошо Самая биржонская тачка У кого? Может смело У Сеги У Сеги Самый крутой Я думаю Автопарк У него там и И Феррари И короче И Макларен И еще и этот Роллс-Ройс То есть у него нормально А кто такой Сега? Ну просто Сегин Сегин Это крутой Очень крутой чувак Окей, да Да, у него нормально Все с машиной Ну а мне что-то казалось Что американцы Ну вроде бы Должны быть поскромнее Ну вот глобально Глобально да Американцы вообще Я тебе говорю Ну как бы Я не знаю Может там Кто-то Я так не видел В основном Ребята же все там Ну на таких вот И как я говорю Этот пикап трак Или что-то такое Они любят свое Там удобно возить Просто Экип большой Своего производителя любят То есть у тебя должна быть Лада Веста? Ну не Я За себя не Слушай В Тагиле танки делал Да В Тагиле танки Да О Не вагоны Танки и вагоны Не, ну на вагоне Неудобно просто Бронепоезд Старик Это же уже было Сейчас такие вагоны Давай, Калей Что у тебя? Да вот поменялся Гелик взял Когда Саня был Последний раз? Панамера была Была Панамера Да Вот поменял ее Перед самым Ну давай расскажи Почему ты поменял Панамеру Сейчас можно честно Три года просто прошло И что случилось? Ну как бы хочу машину Не, ну просто Три года прошло Там закончилась Как она? Гарантия Да И заморачиваться с этим Потом не хотелось Ну и была возможность Там получилось Выгодное предложение Хорошо Саня Я примерно представляю Что ты в теории Можешь купить любую тачку Ну там если вот Прям захочешь Поставишься цель Ну подожди Давай Макларен Можешь купить? В смысле не могу? Не, они же не продаются Там какое-то Они там в очереди Не, ну допустим Окей Давай Давай условную Феррари Ты же можешь купить? Ты плохо в ней помещаешь Вопрос по деньгам Ну в смысле Может Все это известно Ну как бы да Есть тачка мечты у тебя? Ну вот просто тачка мечты То есть не то, что ты купишь Пойдешь завтра А вот именно такая Блин, ну вот прям мечта Хочу Хотел бы Ну не знаю Может Надо подумать Ну давай Подожди Какие варианты есть? Ну Бугатти Конечно такая Мне кажется Ну Ну Я просто не понимаю Где на ней ездить У нас недавно Кстати в России Сертифицировали Бугатти Шеронг В какой-то вот Супер Не, ну это так Чисто Я просто говорю Потому что ты меня Ну заставил просто сказать Хорошо А гелик А мне нравится Гелик 6 на 6 Гелик мне Не, вот знаешь Какой я хочу Вот на самом деле Ты сейчас сказал Я здесь недавно видел В Америке Короче гелик Знаешь Тей вот сделанный Который вот Как Он короткий И у него эти Без дверей То есть это как Заказали что ли Сами Он новый Вот все Вот этот Без дверей Как Без дверей А как заходить Ну типа Такой бичкар Да Только гелик Да Вот такой Я прям кайфанул Причем там Долго ехал По хайвэю Он прям рядом Ехал Я так кайфанул Он так выглядит Америкосы пижоны Реально Я просто представляю Ну как бы я не знаю Чувака на третьем кольце На таком гелике Не, ну у нас Там Еще раз говорю Там Даллас Там тепло То есть Ну Все понятно Друзья Продолжим разбираться Подумайте о вашей тачке мечты У нас музыка И мы продолжим Вечерний заезд На Радио Шансон Добрый вечер Дорогие друзья Вечерний заезд Мы продолжаем движение Вместе с Александром Радуловым Сейчас вот пока Вы слушали музыку У нас в инстаграме Радио Шансон ФМ Была трансляция И Саша рассказал Как его хлопнули За скорость В Америке Расскажите Какая была скорость И какой выписали штраф Ну Ну что-то там Можно было ехать По-моему 90 миль На этом хайве 90 миль Ну нет Подожди Я ехал за 90 Что-то 4 Или 95 А можно было По-моему 75 Ну то есть Не так Чтобы превышался Ну это было Как бы Уже Там же Если по-моему 10 или 15 Превышаешь Ну короче Либо Решили докопаться До меня просто Либо я Ну как бы Просто едет Порше Панамера 150 Решили докопаться Да Я тоже так думаю Честно Американский Кофт В зеркальных Рейбенах Слушай Ну мне нужно было успеть Откуда ходи Мне нужна моя одежда И тачка Реально просто Кровь из носа Нужно было успеть Но И в итоге Какой штраф Сколько Что-то там 560 долларов Что-то 500 Офигеть Нормально Ну вот все сейчас слышали Да какие штрафы Да-да Там сразу же прям То есть тридцатничек По-русски Ну как бы да Там даже Слушай Они меня там еще вызвали Знаешь Там такая была Этот я просто приехал Сразу же на На тренировку Они мне Ну пришел К администратору Команды Говорю так и так Меня тут остановили Он говорит Ну давай Давай сюда Типа свой билет Ну тикет Штраф Да И я ему отдал Потом приехали с поездки Он говорит Типа Ну вот там У нас есть выходы Какие-то там Чисто через полицейских Которые Старые полицейские Которые типа Охраняют лигу нашу К секьюрити Короче Какое-то телефонное право Нет я заплатил этот штраф Но Через три месяца У меня уже не было Даже в базе Что я нарушил Они убрали это То есть я не знаю Каким образом Как это возможно Ну у них какие-то там Ну ладно Мы знаем У нас так же работает Все нормально Есть такое правило Что ты нарушаешь Тебе выписывают штраф И потом же Тебя наценка На страховку какая-то Да Вот Вот для этого Для этого Для этого И было Было да То есть вот это Было В этом Ладно давайте вернемся Немножко к хоккею Сейчас Люди ждут Естественно Сань смотри Я тут буквально Пару дней назад В интернете В продаже увидел Такую майку На которой написано Никогда не задавайся Позорься до конца Вот Отсюда вопрос Вот сейчас смотри Ты супертоп Да И все равно Ты же мозгом понимаешь Что когда придет время Когда ты превратишься В ягра Ну то есть Который там ему уже 500 лет И он что-то все катает И катает У тебя есть какой-то план Когда надо соскочить Вот прям вовремя Ну на самом деле Такого я еще Я все это понимаю Мне 34 года Я все это понимаю Как бы Но Пока у меня есть силы Вроде как бы Здоровье Все нормально У него тоже вроде есть Но уже что-то не получается Ну я-то пока чувствую Все нормально Нет Ты будешь тянуть Вот ты будешь понимать Что вот не прет Вот что-то вот уже не то Но будешь играть Два года контракт с Далласом Потом я надеюсь еще Где-то что-то зацепить Сыграть Нет ну окей хорошо Ну там Ну 45 же не играют Нет я думаю нет 45 играют Ну вот Единицы У которого своя команда Ну хорошо В 50 Не играешь Подожди В 50 Фетисов выходил Слушай На самом деле На уровне Ну как на уровне Он выходил Играл В КХЛ Один матч Помнишь Да 52 и 51 Он вышел В любом случае Жить еще длиннее Да вот Нет Мне кажется Ты должен был сейчас задумывать Рач или нет Я хочу Я хочу кайфовать Нет подожди Это же тоже тяжело Знаешь У меня там Дети подрастают То есть как бы Мне тоже Ездить постоянно По этим поездкам Твои планы дальнейшие Когда ты закончишь Я же только что ответил Отдыхать кайфовать Отдыхать кайфовать Ну пока да Потом посмотрим Может что-нибудь Тренировать буду Не знаю Я даже не задумывался Честно Не могу сказать Сейчас раскрою тайну Саша приехал с тренировки Макара Сюда к нам на эфир Сына Вместе с Макаром Сына естественно И рассказал Что он не очень понял Как вообще это происходит То есть вроде бы дети Их как-то надо тренировать Нет я просто вышел Сегодня первый раз С ним налет То есть как бы Вот так Я не понимал Как это будет происходить Мы сейчас с ним катались Я просто забрал То есть там Ну как бы там такой был Не то что как бы Команда, тренер Или что такое Там просто было как бы 5-6 тренеров И у каждого было там По 2, по 3, по 4 Там где-то Ребенка Да, ребенка Ну и кто-то там Еще 2-3 человека были То есть со своими Чисто индивидуально И я его взял и вышел И мы с ним вот сейчас катались Короче играть и тренировать Я считаю Что это две большие А многие этого не понимают То есть все думают Что если ты всю жизнь играл Ты можешь быть супертренером Я, естественно, сначала Когда вышел вначале Не понимал Что ему говорить-то То есть он 5 лет Я не понимаю Ну как бы да Он там стоит на коньках Я пытался своего старшего ребенка Учить картингу И не смог Хороший тренер за 4 месяца Научил ее ездить быстрее Чем ты Потому что это хороший тренер Кто самый крутой хоккеист в мире? Ну по твоему мнению Просто на опыте В смысле мой кумир? Ну не, кумир у тебя не должно быть Потому что ты сам кумир Ты имеешь в виду Ну вот так объективно Мое личное мнение Это сейчас Ну как бы номер один Я считаю, что это Нейтан Маккинон Который играет в Колорадо А из наших? Ну из наших много Что там Овца великий Я понимаю, что ты боишься Обидеть кого-то Не, Овечкин великий Что там Малкин Они выиграли все там То есть молодые сейчас Панара Кучер там Вася То есть они все Все в топе Понятно Вова Тарасенко То есть И подрастает молодое поколение Там Гурьянов выстрелил Хорошо сыграл в Далласе То есть У нас хорошая молодежь Но так Если вот ты меня как спросил Если объективно Не говорить Если я там канадец Русский Или что такое Человек, который играет в Колорадо Номер 29 Да, вот Нейтан Маккин Я считаю, что сейчас Вот он номер один Супер Друзья Мы Ну это мое мнение Должны послушать музыку Немножко И вернемся Вечерний заезд Добрый вечерний заезд Добрый вечерний заезд Мы продолжаем движение Вместе с Александром Радуловым На коньках Разумеется На коньках Да И с клюшкой Чемпионом мира Игроком команды НХЛ Даллас Старс Обсуждали Гарри просто не очень был в курсе Он почему-то Напрягся Что это достаточно теплые штаты Там играют в хоккей И мы проводили Гарри Ликбез На тему того Как из южных штатов Парни разрывают лигу И очень круто играют Ну хорошо А вот Зимой Сколько в Далласе Погода? Снега там нет вообще То есть ты понимал Ну я не знаю Ну зимой Знаешь там такая погода Там всегда есть солнце То есть ты Как бы Зимой у тебя может быть Ну вот Когда днем Ну там до 18-20 градусов доходить А потом вот резко Когда солнце заходит Там в 8-9 вечера Ну может резко похолодать Там до Вплоть до нуля градусов То есть это было Когда вот Новый год Там вот эти Январь То есть середина А летом Ну полтинничек днем наверное А летом да Летом там жесть Там прям реально жесть летом То есть там июль месяц Вот это вот Ну тяжело Ну полтинничек Я не хочу себе представить Такую полтинничек Ну просто ты Это вот эта история Когда ты идут Ну в машину не можешь сесть То есть она просто Как в микроволновке Я не знаю где Хорошо Саня Смотри У тебя когда-то Рано или поздно В Америке закончится работа Ну то есть закончат контракты Да там С Далласом Или это будет Или с какой-то другой командой Ты планируешь Остаться в Америке Сейчас смотри Пойми правильно Это не вопрос патриотизма Я не про патриотизм Просто мне здесь лучше Мне здесь нравится А то есть здесь пока То есть там Ну да Как бы там тоже хорошо Но там Ну 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 я не за это Просто да У меня Как-то знаешь Ну здесь Все знакомые Все Ну я Не то что я там Восемнадцать лет уехал И Я играл там До тридцати пяти Шести лет Да нет У меня же чуть по-другому было Я играл там С восемнадцати лет Потом я приехал Играл восемь лет В России Потом обратно уехал То есть у меня тоже Вот этот Промежуток Там Двадцать два До тридцати Я был в России Я то есть играл в Уфе В Москве Я Вся моя жизнь была здесь Можно самый дурацкий вопрос Который тебе задавали миллион раз Давай А вот что вот ты посоветовал Парням Не знаю В десять лет Пятнадцать Двадцать лет Которые хотят пойти По твоим стопам И достичь Твоего уровня Ну вот Вот вообще ты не оригиналь Знаешь как Нет Просто я скажу Никогда не сдаваться И верить в себя И упорно Усердно работать И как бы Я думаю Встал на коньке И чеши Ну почему Там же много там И УФП И все это Но это уже в процессе Главное чтобы это было желание То есть ты должен понимать Что Ну Легко не будет И на самом деле Саня имеет право Это говорить Потому что человек Из Тагила Да нет Я прям совсем Нижнего Нижнего Тагила Было бы из верхнего Тагила Было бы проще Было бы проще Ну то есть Ты понимаешь что Это так для уточнения Рыдают многие рафинированные Там да Подростки Которые здесь В Москве С мамами С папами И все остальное А там Тагил Потом спорт Интернат И все остальное Окей Сань Коротко Прям буквально Ты бы за кого Проголосовал За Трампа Или за Байдена Я если честно Вот честно Сказал Я бы за Трампа Проголосовал За Трампа Ну понятно Я тоже Я тоже прикинул Подумал Что он же Закончит Свою службу За 81 81 Нет Ты знаешь У меня сейчас Двое детей И мне все Не скучно Еще плюс Из того Что надо ездить На тренировки Эти формы Там такой огромный Багажник Не я нормально Я кайфую Сколько жрет Сколько прет Ну прет хорошо А жрет Я даже не замечал Ну заезжай Раз в три дня Ну не знаю Четыре дня Ну потому что Наверное Это одна Такая из последних Действительно Мужицких тач Ну Да Она большая Такая Ну мне нравится То есть у меня У меня у брата Ланг Крузер Ага Чтоб ты понимал Он уже у него Не знаю Лет пять Что-ли Что-то такое И он как бы Даже не думает Его менять Потому что Он у него ездит И он очень счастлив Доволен Тоже там возит Ты же ему отправил Фоточку Сказал У меня такая же Только Лексус Да Он меня кстати спросил Он меня кстати спросил Он был на день рождения Даже у сына И такой говорит А что Почем этот Лексус А можно мне тоже Бомбануло Короче Видимо Его что-то подкупило Бомбануло Тезку Супер Что-то я хотел спросить У меня прямо Из головы вылетел С Лексом Я что-то Ну Вспоминаю Вспоминаю Следующая тачка После Гелика Следующая тачка Да После Гелика Знаешь Хотелось Знаешь Что мне попробовать Что-то вот это Просто абсолютно разные Смотри Панамера Да Ну да Ну так вот Я хочу Вот Именно поэтому Мой вопрос Следующий Знаешь Я хочу Хотел попробовать Я даже выбирал Когда я менял Я хотел Попробовать Этот новый Порш Который как этот Тайкан Электрический Ну вот этот Электрический Да А ты не гонял Я взял Поехал Ну такое у меня Было впечатление Чуть-чуть Знаешь Я не понял Вообще Потому что Ты вроде Не слышишь Как только нажимаешь Она просто Тебя вдавливает И вот этот Какой-то Как робот Какой-то звук Знаешь Мне было Чуть-то непривычно И Так она конечно Да Едет Она Может ехать Машина Но Все равно Пока не готов Я к этому Электрическому Вот ненавижу Электромобиль Знаешь почему Потому что Ты должен меня понять Ты каждое утро Сейчас Заводишь ЛХ-570 Ты же слышишь Что там происходит И ты садишься Вот в эту Кнопку нажал Троллейбус Она даже Этого не делает Троллейбус Завел И все И поехали Друзья Я не знаю Мне кажется тяжело Пока в России Все это от лукавого Только бензин Только хардкор Друзья К сожалению Эфир подходит к концу Спасибо Саше Саше Что было с нами Было клево Друзья Спасибо что были с нами До понедельника Пока-пока Спасибо До свидания Вечерний заезд На радио Шансон